Кто из нас не мечтал о своем бизнесе? Обычно такие разговоры ведутся по вечерам на кухнях. Друзья решают открывать бары, девушки, шоу-румы, парни, автомастерские. Большинству этих бизнес-планов суждено там и остаться, на кухне. Но есть все же смельчаки, которые рискнули и открыли свое дело. Называются они предприниматели. И мы их поздравляем. 26 мая они отмечают профессиональный праздник. О предпринимателях нового Уренгоя расскажем в сюжете. Все в работе, все в делах. Я даже не знала, что сегодня праздник. Спасибо Ольге, поздравила. Если кто-то думает, что бизнесменом быть просто, и вообще ты сам себе хозяин, и отдыхаешь, когда хочешь, то это совсем не так. Тут скорее наоборот. И ответственность всегда на тебе. Ни на коллегу, ни на начальника ничего не спихнуть. Вот и работаешь в итоге не 5 дней в неделю, а все 365 дней в году. Бухгалтерия меня не покидала никогда. Мне помогала моя дочь активно. И вот потом получилось так, что дома стало тесно. Мы перебрались. Вернее, я перебралась в офис. Потом меня одной стало мало. Со мной стала работать помощница. Потом еще одна. И на сегодняшний день нас уже 10 человек. Вот так вот растем, процветаем, развиваемся. Марина на пути к своей юридической фирме успела себя попробовать в разных сферах бизнеса. Это не первый ее опыт, и не всегда все сразу складывалось. Но когда работа нравится, то все получается как-то само собой. Так и вышло с бухгалтерии. Вообще открывать бизнес с нуля всегда волнительно и даже рискованно. Но если уж загореться идеи, то можно и горы свернуть. Однажды я подумала, это было лет около 20 назад, что как же можно объяснить человеку, что ему лучше. Значит, нужно его принять у себя, дать ему место, сесть рядом и объяснить. То есть с тех времен, 2000-х годов, начало, тогда это еще не называлось никак, а потом начало называться дизайнерством. Без энтузиазма в предпринимательстве никуда. Любимая работа радует уже более 15 лет. Но расти самому и взращивать свой бизнес далеко не просто. Изнутри это совершенно другая кухня. Это как осьминог. Ты, получается, должен знать все о своем бизнесе и мочь все. И тогда ты можешь этим бизнесом заняться. Решиться стать предпринимателем и открыть свое дело – уже серьезный шаг. Ну а дальше бесконечная работа над своим детищем. Не зря говорят, что построить бизнес и вырастить ребенка – это схожие занятия. Отнимает столько же сил и нервов, но, безусловно, дарит счастье и радость. Этот бизнес, именно мебельный бизнес, появился тогда, когда я приобрела себе мягкую мебель домой после ремонта. Она мне очень понравилась по своему качеству, по своему стилю. И я решила предложить людям нашего города. Это большая ответственность, потому что ты работаешь сам на себя, на свое имя. И за все свои действия, либо бездействия несешь сам полную стопроцентную ответственность. Тяжело, но это есть и очень много радостных моментов. Это люди благодарные. Сказать, что у предпринимателей меньше забот и хлопот, чем у сотрудников компаний, конечно, нельзя. Зачастую работы даже больше. О своем деле думаешь 24 на 7 и оставить нерешенные задачи в офисе до завтра просто не можешь. Но зато наслаждаться результатами работы особенно приятно, осознавая, что все это придумал и воплотил именно ты. Гюли Димитрадзе, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.